всем привет мои хорошие начинаем с вами новое видео у меня постиранные тюли лежали я решила все-таки их повесить потому что они мне начали мешаться решила я сразу повесить два тюля на переднее окно в зале один тюль я случайно прожгла теперь у меня нет тюля в зале на кухонном окне и нет тюля в детской ну я и как-то пока не собираюсь туда вешать потому что часто подходим к окну до этого у меня всегда занимался штурме муж потому что у нас высокие потолки ему было намного комфортнее потом уже мы купили стремянку и я начала сама как-то начать вешать потому что не люблю его просить а мне иногда что-то хочется что-то перевесить что-то поменять что-то постирать и он крючки прям близко прикреплял обычный тяжело было на тюле вместе с крючками повесить на гардину надеюсь вы меня поняли а я на расстоянии делаю и сегодня вот спокойно надела другую конечно уже одевала самую гордень и это было очень очень неудобно практически все тюли у меня из леруа мерлен там есть они по 500 рублей всего лишь по моему они до 3 на 3 нужно отдавать подрезать но они очень бюджетные по моему мнению потому что я вот в том дом брала там по полторы тысячи эти тюли вот так что в этот раз вы ездили в леруа я совсем забыла следующий раз надо будет взять упаковки 3 сразу и отдать подшивать а может быть и не брать и дождаться лето и уже купить рулонные шторы если муж согласится благо мы этим летом повесили кондиционер и все равно шторы уже не будут собирать столько пыли потому что у нас здесь стройка много домов строят и постоянно мимо нашего дома едет камазы бетонные мешалки и конечно же летом окна открыты потому что два сезона подряд лето у нас супер очень жаркая под 40 градусов и приходится открывать окна конечно же как-то проветривать ночью тоже с открытыми окнами постоянно постоянно вот эта пыль приходится часто стирать у девчонки видите в нашей спальне здесь два тюля и выглядит это намного лучше когда один потому что такая складочка красивая а за шторками у меня тюля нет она вот прям вся здесь и удобно подходить к окну например воду какую-нибудь протирать который нас копится видите раз и открыл и в зале я решила сделать то же самое на это окно пока решила не вешать потому что там мои цветы там такое солнышко красивое мне вот нравится именно когда здесь тюля нет чтобы удобно было подходить да и у мне тюля больше нету а сюда повесила сразу 21 я сожгла в детскую у меня теперь тоже нет тюля мне так намного больше нравится такая прям складочка красивая и тоже когда мы папу с работу встречаем раз вот так открыл и закрыл и не нужно туда-сюда тыркать ее ну и вот так у нас в детской детской у нас здесь солнышко только когда рассвет и мы здесь не спим здесь только игровая и очень хороший свет от этого прям в детской мне нравится спокойно можно подходить к окну так что пока сюда нечего вешать да и не хочется как захочется так купим уже следующий день 9 марта столько хотела я планов в этот день переделать муж у меня на работе и я что-то проснулась опять же меня затылок болит спина болит и что-то я не в состоянии решила хотя бы заправить кровать чтобы дома был хоть какой-то порядок пропылесосить простынь боже мой сколько же она пыли копит вот раньше мне не было таких пылесосов вертикальных и мы же не пылесосили потому что насадок у меня не было у другого пылесоса и как-то вот только стирали и все матрас так и лежал но сейчас девочки вы посмотрите сколько я за три раза за три применения собрала пыли микро пыли именно с нашего матраса потому что этим пылесосом я пылесошу только матрас в спальне что-то не было Девчонки, извините меня за качество, вот картинка меня такая вообще не устраивает, только сейчас увидела, когда падает свет с улицы, потому что картинка сразу становится бледной, нечеткой, я стараюсь так не снимать, закрывать шторы, чтобы картинка была четкая, яркая, вот, иногда хочется поэкспериментировать, но в итоге ничего не получается. Я вот думаю потом еще парочку штук вот такой хидеры купить, я про нее прочитала, это вечная зеленая лиана, вьюнок, плющ, вот, и я хочу именно на кухонный гарнитур сверху ее ставить, и чтобы она прям спускалась как-нибудь, не знаю, вот, потому что она очень красиво выглядит, я вам здесь оставлю фотку, подписалась на мужчину, у него там прям много разных цветов, там у него огромная лирата, о которой я мечтаю, и нашла вот этот вьюнок, очень он такой красивый оказывается вообще, я случайно взяла, ну, просто увидела, цена низкая, думаю, дай попробую возьму к дополнению к замиокулькасу, но почитала вообще, ему и солнца особо не надо, и засуху он хорошо выдерживает, короче, такой вот тоже неприхотливый, так что присмотреться к этому цветочку, надеюсь, она у меня приживется, и надеюсь, у меня приживется замиокулькас, потому что я его пересадила, вообще хочу что-нибудь рассадить, вот этот еще листики распустит, и я его тоже пересажу в отдельный горшок, и хикус тоже свой пересажу в отдельный горшок, у меня потому что уже, вот, корешочки пошли, как корешочки большие станут, я его в горшочек посажу, вот, а так особо нечего, может быть, монстеру свою тоже пересадить, но я боюсь, я боюсь, я дождусь весны, когда на улице снега тает, и пойду туда, потому что дома не очень удобно, очень много земли сыпется, вот, и у меня кашпо нету, вообще нет кашпо никаких, надо что-то покупать, вот эти кашпо я брала в Икее, а Икее у нас закрыли, я просто не знаю, придется сейчас все кашпо разные покупать, это, кстати, мне подписица давала, они, оказывается, тоже такие красивые растут, вот такие вот длинные, вот, так что я не знаю, придется что-то на Валбелесе или на Азоне искать из кашпо, но вот мне так нравились вот эти белые, одинаковые, когда они, а я тут уложила Лерочку спать, закрылась в комнате, сегодня отдыхаю, у меня тут Рафаэлки две упаковочки, все кушаю, Игорь у меня с кокосом не кушает, налила чай своей любимой кружечке, бутерброд себе сделала, гречку уже буду кушать, когда Дерка проснется, и здесь у меня Олеся, будни в Краснодаре, я все ее влоги с самого начала пересматриваю, потому что я ее смотрю меньше года, и мне интересно, что было до этого, вот, так что Олеся, привет, буду отдыхать, всем приятного аппетита. Айда, Лера, показывай, в что играть будем, Лера с хвостиками, как я ее обожаю, с хвостиками, зайчик мой, Ляля, да, опять Лялю раздела, что за привычка у детей раздевать кукол, да, да, это у тебя привычка такая, постоянно Лялю раздеваешь, она же замерзнет у тебя, покажи, как Ляя разговаривает, давай посажу, вот, а что она у тебя, руки вверх, такой пупсик, не могу, ой, летом будет уже с хвостиками, да, горшок, вообще ничего про него, молчим, да, дочь, только говорим, айда туда, нет, 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 и все, и никак, и только подгузник, да, с зубной щеткой тоже у нас проблемы, с горшком проблемы, с прикормом проблемы, когда она родилась, с ней просто вообще не было проблем, она только спала, у нее не было никаких коликов, у нее никогда не было, там боли, когда у нее зубки прорезывались, никаких бессонных ночей, но сейчас вот начались вот эти проблемы, прикорм нам не зашел, горшок нам не зашел, что нам еще не зашло, а, зубки она тоже прям с огромными капризами чистит, вот, ай, мы с Игорем успокоились, если мы будем настаивать в итоге, и она откажется вообще потом, и мы с ее психику травмируем этим, так что вот захочет, сядет, не захочет, не сядет, все равно сядет, никуда она не денется, но просто если мы скажем, да, садись на горшок, мы тогда настаивали, настаивали, она нет, 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 прям кричит, и, ну, ребенок в туалет хочет, она все равно не сходит туда, она ходит вот на пол рядом с горшком, просто потому что она уже не может терпеть, либо если мы ее подгузник наденем, она в подгузник сходит, но на горшок нет, просто нет, кричит на весь дом и не садится, а если садится, то потом сразу же встает, и для нее сходить туда пописать, это, ну, что-то, что-то неземное, да, дать? А что, где твой хвостик-то, только тебя похвалила, где хвостик? Где хвостик? Все хвостики сняла, да? Смотри, какая лохматая стала, зато в бусах, вот бусы ей Танюшка свои отдала, которыми она в детстве играла его целыми днями, хоть она голая по дому ходит, но она в бусах. Я вам сейчас рассказала горшок, это не значит то, что нужно мне давать советы, я, девчонки, не прошу, мы вот так решили, так решили, это вот наш ребенок, так что без комментариев, ладно, на этот счет, просто мне иногда хочется рассказать, многие спрашивают, у многих такая же ситуация, кто в два годика на горшок не ходит, так что это нормально, многие меня смотрят из-за этого, то, что Лерочка не кушает, у них тоже детки не кушают, только на груди, таких детей полно, и это нормально, потому что все люди разные. Я совсем забыла, сегодня уже 9 марта, нам же завтра уйти на прививку, какую прививку, я не помню, но врач сказала, все, последняя, потом, я не знаю, год или два, не нужно приходить на прививку, а может быть и больше, что там, и КДС может быть, последняя, да? Не знаю, короче, завтра, завтра расскажу. Так, завтра нам к 10 часам, по-моему, ехать, 10.40, что-то такое. Так лень вообще, ну ладно, завтра Игорь хотя бы дома, он нас спокойненько отвезет, с Игорем в больнице как-то спокойнее, потому что сейчас Лерка не сидит на месте, приходится по всей больнице, сюда-сюда, туда-сюда, и невозможно спокойно. И прививку тоже со снизами делаем, нужно ее крепко-крепко держать, но поддается она только мне. Ну ладно, ладно, я кормлю груди, ее очень легко успокоить, мы сразу же идем туда, где кормят после прививки, и все, она забывает. У меня сегодня Игорь в день, я думала, проснусь, начну мотивацию опять снимать, что-то делать, но на улице такая погода, опять снег идет, пасмурно, и знаете, спина болит, опять затылок болит, и ничего делать не хочется. Думала, машинку отодвину, все там помою, я тут белье даже не стала гладить, разобрала. Короче, что-то у меня еще нет такого настроя, нету сил, так что, наверное, я влог буду заканчивать, заканчивать, может быть, завтра будет настрой снимать мотивацию, короче, посмотрим, вот, будем с вами прощаться, всех люблю, целую, увидимся с вами совсем скоро, пока-пока!